15 ноября в зале администрации района состоялось расширенное планерное совещание под председательством Заура Хамирзова. В работе совещания приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. Глава района начал планерку с представления нового директора Кашхабльского ДРСУ. Им назначен Махмуд Рамазанович Хатков, уроженец аула Бличепсин. Махмуд Хатков до этого времени занимал должность начальника отдела перевозок, ответственной по транспортной безопасности акционерного общества, объединения автовокзалов и пассажирских автостанций. Глава администрации поздравил нового руководителя с назначением и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Затем участники совещания перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Главной темой планерки стало взаимодействие органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими организациями и населением Кашхабльского района. В своем докладе заместитель главы администрации по строительству архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов отметил, что количество обращений от жителей района по некачественному предоставлению коммунальных услуг ресурсоснабжающими компаниями увеличилось. Обращаясь к представителям данных организаций, глава района потребовал исправить эту ситуацию. Вся ваша и наша работа должна прежде всего приносить пользу населению и прецеденты к жалобам свести до минимума. Заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тогланова в свою очередь рассказала об имущественной поддержке для субъектов малого и среднего предпринимательства и об исполнении национальных проектов по регистрации в МФЦ. В последнем был рассмотрен вопрос о переходе Республики Адыгея на цифровое вещание. По данной теме выступил заместитель главы района Рустам Хасанов. В начале своего выступления я хотел бы поблагодарить за труденную работу главы поселения и переходе на цифровое телевидение, которое мы проводили в этом году, и к лице ответственных дежурных и волонтеров. Сейчас нам предстоит проделать второй этап, это переход республиканского телевидения на цифру, точнее, Маякопского городского телевидения. В целях обеспечения экспорт доступности для граждан Российской Федерации, оно будет расследоваться по всей Российской Федерации, телеканале ОТР, общественное телевидение России. Переход будет осуществлен по Республике Адыгея с ночи с 18 по 19 ноября. В связи с этим возможны перебои на приставках, на телевизорах по Республике Адыгея. Мы возобновляем работу рабочей группы, которая создана в администрации района и ваших сельских поселений. В завершении планерки Азаур Хамирзов подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи и обозначил сроки их выполнения.